Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 7 ноября. Память преподобного Лазаря. Преподобный Лазар родился в Малой Азии в городе Магнезии. Пред рождением его Бог особым чудом предвозвестил явление миру этого светильника. Родительский дом его облистал столь великий свет, что бывшие в нем женщины разбежались, и остались только одна мать, носившая во чреве благодатное дитя. По рождению он стал прямо и обратился в молитвенное положение к Востоку со сложенными на груди руками. С детства он отличался незлобием, кротостью, состраданием и любовью к бедным. В молодых годах, обладая образованием, начуждая всяким мирских удовольствий и следуя благочестивому настроению своей души, он отправился на поклонение Иерусалимской святыне, где и поступил в обитель святого Саввы. Здесь он провел десять лет послушанием и всеми добродетелями превзошел всех братьей и был возведен в стан священства Иерусалимским патриархом. Во святую четыредесятницу он вышел из монастыря на одну гору, ничего не взяв с собой и питался пустынными растениями. Здесь он услышал голос, повелевавший ему возвратиться в Отечество, на пути в которой он встретил препятствия в привидениях вражеских, но превозмог их. На родине он встретился с матерью, но не остался с нею. Стремясь к пустынной жизни, Лазарь поселился на необитаемом горе Галисии, недалеко от Ефеса. Здесь, во время молитвы, он поражен был однажды следующим видением. Он увидел огненный столб, восходящий на небо и окруженный множеством ангелов, воспевавших «Да воскреснет Бог и расточаться в рази Его». Он принял это за указания свыше и построил на этом месте храм во имя воскресения Христова при содействии византийского императора Константина Мономаха в 1042-1054 годах. Святой Лазарь при храме устроил столб, на котором стал подвязаться в подвигах поста и молитвы, перенося зной и холод и другие тяготы столбической жизни. Бог даровал ему дар чудес и пророчества, так что к нему стали собираться благочестивые люди, жаждавшие его руководство. Ему предсказана была Богом кончина, но братья молила его, чтобы он испросил себе у Бога для их пользы продолжение жизни, и Бог обещал ему продолжить ее еще на 15 лет. По прошествии 15 лет, как и перед рождением его, небесный свет облистал его столб. Когда он скончался, и братья плакали над ним, что он не оставил им завещание, он стал и как живой, дал им завещание, потом лег и по просьбе братья стал вторично, чтобы сделать подпись на данном завещании. Он скончался 72 лет. Блаженная кончина его относится к 1053 году. Был погребен в толпе и прославлен по смерти многими чудесными исцелениями, истекшими от святых мощей его. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok